Российский рынок акций уверенно растет. От падения его спасает то, что нефть находится на локальных максимумах. Но есть ли еще драйверы роста? Что делать инвесторам на следующей неделе? Ждать ли продолжение роста или готовиться к обвалу? Сегодня мы проанализируем индекс московской биржи, сделаем свой прогноз, разберем важные корпоративные события, которые повлияли на рынок и дадим несколько новых инвестиционных идей для покупки акций на ближайшую перспективу. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции. Кэшфлоу – ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Итак, индекс мосбиржи на этой неделе поднялся на 1,8%, вновь преодолев отметку в 3300 пунктов и, что немаловажно, уверенно закрепился над ней. Рынок рос на отдельных корпоративных новостях, о которых мы сегодня поговорим, а также за счет роста нефтяных котировок. Ну а что дальше? Есть ли еще драйверы роста для российского рынка акций? По-хорошему, после периода длительного устойчивого роста напрашивается здоровый откат цены по индексу московской биржи. Но есть несколько оснований, почему российский фондовый рынок может в среднесроке продолжить рост. Во-первых, денежно-кредитная политика Банка России стала более понятной и привычной. Общий посыл такой. Сейчас жестко, во второй половине года может стать мягче. Это поддерживает позитивные рыночные ожидания. Во-вторых, потенциальное ослабление рубля и по фундаментальным факторам, за которые активно выступает ЦБ, и по рыночным, в результате которых объем обязательной продажи валютной выручки экспортерами, может снизиться. В-третьих, финансовые отчеты. Опубликование годовых финансовых отчетов постепенно завершается, и можно сделать общий вывод. Кроме отдельных точечных провалов, в целом отчеты нейтрально-позитивные. Также инвесторы ждут старт дивидендного сезона, который, по прогнозам, должен побить рекорд по дивидендным выплатам за всю историю. В ближайшие несколько месяцев рынок будет жить ожиданиями крупных дивидендов. Банк России в своем отчете по итогам февраля отметил устойчивое положение банковского сектора. Показатели начала года опережают прогнозы ЦБ. Прибыль банковского сектора России в феврале снизилась на 6% в год-году и на 22% месяц к месяцу. Но, несмотря на снижение чистой прибыли сектора, она остается выше прогноза регулятора. Напомним, прогноз ЦБ по чистой прибыли банковского сектора на текущий год составляет диапазон 2,3-2,8 трлн рублей. Пока рано делать выводы по двум полным истекшим месяцам, но текущий финансовый итог работы отражает здоровое положение сектора. Особенно это касается крупных финансовых учреждений, таких как Сбер. Компания «Газпром» опубликовала финансовый отчет по российским стандартам отчетности за 2023 год. Отчет по РСБУ не отражает всей картины о состоянии бизнеса группы, но дает представление об основном газовом бизнесе главной компании. Выручка снизилась год-году на 29,6% на фоне проблем с поставками трубопроводного газа. Чистая прибыль снизилась на 6,9%. Ситуацию спасли поступление от дочерних компаний. Отчет по российским стандартам ожидаемо слабый. А вот итоговый финансовый отчет по МСФО должен быть лучше за счет того, что дочерние компании «Газпрома», в частности «Газпромнефть», сработали намного успешнее головной структуры в прошлом году. Дивидендов здесь может и не быть, в отличие от «Сургутнефтегаза». Компания опубликовала финансовый отчет по российским стандартам финансовой отчетности за 2023 год. Выручка за 2023 год составила 2,218,000,000,000 рублей. Снижение на 5% относительно выручки в 2022 году. Прибыль в 2023 году составила 1,333,000,000,000 рублей. Конечно, отчет по российским стандартам не отражает картины целиком, но дает информацию о валютной кубышке компании, которая выросла до 5,680,000,000,000 рублей. А вместе с ней и надежда инвесторов на крупные дивиденды по привилегированным акциям нефтяной компании по итогам прошлого года. Кстати, в канале с сигналами мы продолжаем успешно торговать. Только на этой неделе мы заработали на акциях Озона плюс 14%, а ФК-система, о которой мы столько раз говорили в своих видео, принесла нам плюс 13% за неделю, а по долгосрочной стратегии более 30% прибыли, так же, как и Ростелеком, плюс 43% прибыли, причем это те сделки, в которых мы рискуем своими деньгами. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, ссылку на канал с сигналами оставим в описании. Отличные новости для инвесторов X5 Group поступили в пятницу. Министерство промышленности и торговли России Минпромторг подало заявление в арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Group в отношении ее дочерней структуры в России – корпоративного центра X5. Такое решение последовало после попадания компаний в список экономически значимых организаций. В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций российской организации между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками X5 Group. После завершения судебных и юридических процедур, как предполагается, российская структура получит листинг на московской бирже. Интересный нюанс для зарубежных инвесторов X5 заключается в том, что они почти наверняка получат свою долю в виде денежной компенсации, но для ее выплаты придется получить специальное разрешение. Также стало известно, что компания сохранит ключевой менеджмент, который сфокусируется на управлении российской компанией. В пятницу котировки акций X5 прибавили более 5%, а в понедельник, вероятно, преодолеют исторический максимум. Также появилось больше ясности по Яндексу. Головная компания Яндекс.НВ, которая зарегистрирована в Нидерландах после заявления о завершении первого этапа продажи российского бизнеса в ближайшие несколько недель после принятия 7 марта соответствующего решения акционерами, добавила ясности и обозначила дату 30 апреля как крайний срок для завершения первого этапа сделки. Яндекс отметил, что получил все необходимые разрешения на совершение сделки. В первую очередь, речь про правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и федеральную антимонопольную службу. Почему эта дата важна? От даты завершения первого этапа продажи отсчитываем 7 недель и получаем ориентир по полному завершению необходимых юридических процедур. После этого акции компании Яндекс, которая станет российской организацией, начнут торговаться на московской бирже и примерно тогда же инвесторы получат ответ на главный вопрос о параметрах и коэффициенте обмена ценных бумаг. Котировки акций продолжают уверенный рост. Так же, как и Озон, у компании появилась еще одна точка роста. Компания Озон объявила о запуске нового InsurTech направления бизнеса в рамках финансовой вертикали Озон Финтек. Другими словами, компания выходит на рынок страхования. Озон планирует разработку широкого спектра страховых продуктов и сервисов для покупателей и предпринимателей для всех направлений своего бизнеса. Зачем это компании Озон? Первое. Традиционно страховой бизнес считается очень прибыльным и высокомаржинальным. Вложения относительно невелики, а финансовая отдача значительная. Запуск Озон страхования позволит компании увеличить выручку за счет реализации страховых услуг. Второе. Озон уже не просто маркетплейс. Помимо торговой и рекламной составляющей, компания предметно очертила направление развития, одним из которых будут являться финансовые технологии. Озон создает свою экосистему, которая окутает продавцов и покупателей. Третье. Страхование для Озон станет еще одним каналом привлечения новых пользователей, а также увеличит лояльность существующих. Если компании удастся избежать повышенных затрат, считаем такой шаг перспективным и оправданным. Оператор проката средств индивидуальной мобильности ВУШ представил финансовый отчет по МСФО за 2023 год. Результаты впечатляют. Выручка показала рост год-году на 68%. Чистая прибыль за 2023 год выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Но и чистый долг также вырос более чем в два раза и составил 8,5 миллиардов рублей. В сервисе зарегистрировано более 20 миллионов пользователей на конец 2023 года. Менеджмент отметил уверенный рост бизнеса с сохранением его высокой маржинальности. Это дает ресурс как для выплаты дивидендов, так и для дальнейших инвестиций в расширение бизнеса с поддержанием комфортной долговой нагрузки. По мнению компании, несмотря на занимаемую ей долю рынка около 50%, ей еще есть куда расти в России и в международных локациях. Успешные финансовые показатели подтверждают продолжение бурного роста бизнеса с низкой базы. Значительный рост долговой нагрузки не должен настораживать. Компания находится в активной инвестиционной фазе, которая позволит расширить географию, освоить новые локации и рынки и принести отдачу на вложенный капитал. Друзья, трудно делать видео не в виде вашей поддержки. Давайте все вместе общими усилиями наберем 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Производство золота в России в феврале выросло на 23,4% по сравнению с объемом производства в феврале 2023 года. Такой информацией поделился Росстат. Производство золота месяц к месяцу, то есть в феврале по отношению к январю, выросло на 51,2%. Что это значит? Отличный рост производства золота говорит о том, что операционные показатели по добыче наших золотодобытчиков в первом квартале должны быть на повышенном уровне. Если все в порядке с поставками и учитывая рост глобальных цен на желтый драгоценный металл, то и финансовые показатели должны быть хороши. Мы считаем, что потенциал есть у Южурал золота. А вот у Норникеля дела идут неважно. Менеджмент компании дал ряд важных комментариев. На долю покупателей продукции из США и Европы до сих пор приходится порядка трети продаж. Часть покупателей из Европейского Союза не только отказываются от российского металла, но и от произведенной из российского сырья продукции. Норникель вынужден продавать часть продукции с дисконтом, но это только часть. Какая именно, менеджмент компании не обозначил. У компании возникли серьезные проблемы с банковскими платежами и переводами. Многие банки отказываются работать с российской компанией и осуществлять платежи за продукцию. Биржевые брокеры, страховые, транспортные и логистические компании также отказываются работать с российскими товарами. Менеджмент компании считает, что финансовая устойчивость сейчас важнее дивидендов, но окончательное решение принимают акционеры. Менеджмент Норникеля прямо заявил, у компании растет себестоимость, а выручка снижается. Объективно найти позитив в словах руководителей компании сложно. И здесь не совсем понятно, или они сказали правду, о которой не принято говорить в публичном пространстве, или намеренно сгустили краски. В общем и целом, акции Норникеля не интересны для покупки. А какие еще акции не стоит сейчас покупать, вы можете узнать из нашего предыдущего видео. Ссылка будет в описании. Также проблемы сохраняются у Алросы, но тут появился небольшой лучик надежды. Компания Алроса и Министерство финансов заключили соглашение о выкупе части алмазов ведомством у алмазодобывающей компании в 2024 году. Напомним, в январе текущего года такой вариант Минфин не рассматривал. В рамках этого соглашения Гохран уже приобрел у компании первую партию алмазов. Сумма и объем покупки и будущих покупок не разглашаются. Предполагается, что подобные сделки будут проходить регулярно в текущем году, а их объем значительно превысит средний объем покупок Гохраном прошлых лет. С одной стороны, для Алроса это позитив. Появился предсказуемый покупатель сырья. С другой стороны, цена покупок неизвестна, а покупка Гохраном значительного объема сырья может говорить о том, что санкционное давление и проблемы с поставками серьезно ударили по Алроса. Мера, по всей видимости, вынужденная. Она предполагает поддержку алмазодобывающего гиганта. Покупки Гохраном частично нивелируют выпадающие поставки и доходы, но также подсвечивают проблемы у Алроса. Мы сохраняем наш взгляд. Ситуация на рынке драгоценных камней и объемы поставок не предполагают в данный момент инвестиционной привлекательности компании. Ну а если вы хотите узнать, какие акции стоит сейчас покупать, то подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи и разбираем отчеты компаний. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, а также посмотреть наши предыдущие видео, топы акций для покупки прямо сейчас, и про компании, которые заплатят самые высокие дивиденды в этом году. И напоминаю вам, что у нас есть еще YouTube-канал по крипте, где мы подробно разбираем, как инвестировать в криптовалюту. Ссылка в описании.